И снова здравствуйте, с вами Дэв. Сейчас, как мы все с вами знаем, идет мультсериал «Что если?», и там каждый раз во вступлении появляется некий образ и говорит, что он наблюдатель. Так кто же такой этот наблюдатель? Создали его великий Стэн Ли и Джек Кирби. Первый раз он появился на страницах комиксов «Фантастическая четверка» под номером 13 в 1963 году. Зовут его Уату, и он происходит из очень древней расы, которые достигли своего технологического совершенства очень давно. За века своей эволюции, развития и путешествия по галактике, они видели зарождение и крах огромного количества инопланетных рас. В итоге они посчитали, что могут поделиться своими знаниями с другими цивилизациями и помочь им прийти к процветанию. Так они и поступили. Найдя расу с потенциалом к развитию, они поделились с ними атомной технологией. Я напоминаю, что комикс выходил во времена Холодной войны, и тогда все было повернуто на ядерные энергии и оружие. Конечно же, мораль всего этого действия тоже была соответствующая. В следующий раз, через энное количество времени, когда наблюдатели вернулись проверить, как идут успехи у их преемников, то, разумеется, они увидели ядерные пустоши. Вся планета была уничтожена ядерной войной, а раса полностью прекратила свое существование. Тогда отец Уату, он же лидер расы наблюдателей, написал кодекс Астартес, дабы ересь больше не повторялась в таком масштабе. А, ой, прошу прощения, это не та вселенная. Так вот, отец Уату, он же лидер расы наблюдателей, написал кодекс нового направления их расы, и как раз таки дал им имя наблюдатели. Тут нужно заметить, что оригинального названия их расы мы никогда не знали, его ни разу не озвучивали. Подавляющее большинство тогда проголосовало за принятие этого кодекса. И с этого момента каждому из их представителей, то есть каждому наблюдателю, была назначена планета или же обитаемый мир, за которым они должны были наблюдать и записывать все важные события. Уату был изначально против такого пути своего отца и считал, что их побуждения были благие. Они хотели помочь, да, результат оказался плачевным, но единственный прецедент не есть статистика. Нужно пробовать дальше, возможно, кому-то они все-таки смогут помочь, а также учтут свои прошлые ошибки. Однако большинство его не послушало, и как мы выяснили, проголосовали за безмолвное наблюдение. Иоату был вынужден согласиться. Его приставили к Земле и ее жителям. И так у нашей планеты появился наблюдатель, безмолвный и таинственный, который может лишь наблюдать, но не вмешиваться. Знаете, бывает такой фетиш, когда просто смотришь, но не участвуешь. Ладно, давайте не будем пересекать эту линию. Так вот, на старте его пути в комиксах он очень часто пренебрегал своими полномочиями. Я могу предположить, что авторы его создавали именно с таким прицелом. То есть он не должен вмешиваться, но иногда просто нельзя стоять в стороне. Однако давайте пойдем по хронологии и со всем ознакомимся вместе. Думаю, стоит отметить два очень важных события на старте его появления, когда Уату нарушил эти правила и не смог остаться в стороне. Во-первых, он предупредил существо и Человека-факела о том, что Канг-завоеватель мы, кстати говоря, видели с вами его в сериале Локи пытается изменить временную линию в очередной раз и вмешаться в развитие человечества. Если у него это получится, то Земля изменится навсегда. Он же смог помочь героям перенестись в прошлое и потом вернуть их обратно после того, когда у них все получилось. Второй раз был очень важным, я думаю, самым важным за всю историю Существу. Существование персонажа Уату. Он предупредил Фантастическую четверку о приближении Галактуса. Это было первое появление Галактуса и Серебряного серфера в комиксах вообще. До этого подобного масштаба в комиксах Марвела не было вообще никогда, если я не ошибаюсь. Поправьте мне в комментариях, пожалуйста, если это не так. Наблюдатель даже попробовал уговорить Галактуса не поглощать Землю, когда Фантастическая четверка не справилась с Серебряным серфером. То есть он прям напрямую начал вмешиваться. Но и это не помогло. Галактус был непреклонен. Тогда Наблюдатель решил сделать ход конем. Он помог Джонни Шторму проникнуть на тайную космическую базу Галактуса и украсть оружие, которого тот боялся больше всего. Абсолютный нулификатор. Я не буду вдаваться сильно в подробности принципа этого оружия, но он может стирать все, что угодно из мироздания в целом. То есть не просто уничтожить, а стереть вообще из истории. То есть никто никогда не вспомнит, что это когда-либо существовало. Так вот Джонни украл это оружие и опять-таки с помощью Наблюдателя вернулся на Землю, где передал его Риду Ричардсу, он же Мистер Фантастика. Использовать оружие не пришлось. Было достаточно лишь навести его на Галактуса, чтобы он без колебаний покинул Землю немедленно. В результате всех этих событий в комиксную вселенную Марвела добавили таких героев, как Галактуса, Серебряного Сёрфера, Оружие Страшной Силы и... Всё это было очень важным обвинением на суде. Над нашим Наблюдателем, Надуатом. Да, его судили. Наблюдатели, его родная раса, узнала, что Оату не следует кодексу и очень сильно пренебрегает клятвенье вмешательства. Его действия влекут за собой неизвестные последствия. То есть никто не знает, что будет дальше. Может быть, человечество будет ответственность за уничтожение мультивселенной. И надо было, чтобы Землю уничтожил Галактус. Ведь именно поэтому они не должны вмешиваться, потому что последствия могут быть ужасными. Оату же признал себя виновным и в своё оправдание сказал, чтобы наблюдал за людьми очень долго. Он проникся к человечеству и стал испытывать симпатию к нашей расе, а также невольно начал перенимать и подражать каким-то нашим качествам. Другими словами, он стал более человечным. Однако он признал свою вину и поклялся больше не вмешиваться в дела людей. Далее ничего принципиально важного не происходило. А если и происходило, то всегда возвращалось к статусу КВО. Персонажа убрали на задний план и использовали как пометку «Важно». Знаете, в имейлах такой знак восклицания есть. Что-то происходит, появился наблюдатель, читатели напряглись. Например, во время событий Гражданской войны он присутствовал при создании акта регистрации супергероев. Как мы все с вами знаем, эти события были чрезвычайно важны для комиксной вселенной Марвела. Во время тайного вторжения Скруллов он присутствовал во время финальной битвы. Результат этой битвы определил сторону победителя и запустил темное правление Нормана Осборна, которое тоже было очень важным событием. Во время событий Мстителей против Людей Икс наблюдатель появился во время начала последнего сражения Циклопа и Хоуп Саммерс. Кстати, видеокомикс этих событий есть на канале. Последнее же важное событие в жизни наблюдателя – это арка первородного греха. Во время этой истории нам еще раз пересказали происхождение расы наблюдателей и чуток дополнили ее, добавили чуть-чуть мотивации. А именно, дополнили тем, что наблюдатель Уату следил не только за землей, но и за всеми альтернативными ее вселенными, лишь с одной целью – найти реальность, в которой их помощь тем пришельцам не повлекла за собой ядерной войны. И наблюдатели не дали клятву не вмешиваться более в жизни других. Собственно, вся серия комиксов «Что если?» ведется от имени Уату. Он выступает рассказчиком. Он видел все эти возможные вселенные, но ни в одной не нашел то, что ищет. Однако вернемся к первородному греху. Вся серия начинается с того, что на Луне, где обитает наблюдатель, нашли его труп без глаз. Если сильно вкратце, то оказалось, что все знания наблюдателя, все, что он когда-либо видел, хранится в его глазах. Не в мозгу и не в памяти, а в глазах. Да, странно. Собственно, глаза извлекли, дабы завладеть его памятью, то есть получить доступ ко всем секретам человечества. В конце этой арки мы узнали, что виновник всего – Ник Фьюри. За что его и осудила раса наблюдателей. Его приковали к Луне с обязанностями самого Уату – наблюдать за землей, но не вмешиваться. То есть в наказание его сделали новым наблюдателем, но без права покидать поверхность Луны. Я все еще хочу сделать видеокомикс этих событий, так как история, мне кажется, очень классной и интересной. Ставьте лайк, если хотите увидеть видеокомикс этих событий. А в конце прошлого 2020 года Уату воскресили очень странным путем. Нику Фьюри, который был наблюдателем на тот момент, как мы только что выяснили, показали некое оружие, непонятной технологии. Тогда из его глаза вырвался и материализовался Уату, как ни в чем не бывало. То есть оказалось, что все это время его сознание жило внутри глаз Ника Фьюри, которого сделали наблюдателем. И он просто ждал своего часа, чтобы материализоваться. Это странно, да. Так вот, когда Уату вернулся и осмотрел это непонятное оружие, он тут же распознал в нем технологию наблюдателей. Еще он сказал, что грядет первая война, и Ник Фьюри будет выступать его оперативником в ней. Эти события пока не получили продолжения. Вот вроде и все, что можно рассказать о наблюдателе. Это весьма интересный персонаж, который олицетворяет собой пометку «важно», как мы уже и говорили. В этом что-то есть, и лично мне это всегда нравилось. Это добавляло напряжение происходящему, а таинственность персонажа и его молчаливость делала его более интересным. Я очень хочу надеяться, что его вернули не просто ради рекламы мультсериала «Что если», а он действительно будет дальше присутствовать в комиксах, и мы узнаем, о какой такой «первой войне» идет речь. Может быть, речь идет о Reckoning War? Событие, которое буквально на днях анонсировали. Посмотрим. И в завершении, фан-факт, рассонаблюдателей уже есть в киновселенной Марвела. Они появились в сцене после титров в «Стражах Галактики 2». Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать и это видео. Если вам понравилось и вы хотите увидеть еще ролики подобного рода, то подписывайтесь на канал и жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Я напоминаю, что в следующий раз мы поговорим о Шумагарате. Ведь, возможно, именно его нам показывали уже два раза в мультике «Что если?». И, возможно, он появится во втором фильме о Докторе Стрэндже. Поэтому, если не хотите упустить, подписывайтесь на канал. Если же вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Бусти. Видео там выходит чуток пораньше и есть доступ к закрытому телеграм-чату, где мы обсуждаем будущие видео и развитие канала в целом. Также, как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо здесь в комментариях к этому видео на Ютьюбе, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.